Друзья, всем привет! Из города Оренбурга мы находимся в кафе с нашей знаменитой аромоволшебницей Альбиной Гис. Я пригласила Альбину на чашечку кофе. И Альбина, самое главное, еще не знает, что же ее ждет. Но я скажу вам, что сейчас будет полный эксклюзив и рекомендую посмотреть это видео до конца. Потому что, друзья, у меня есть сюрприз. У нас вчера эксклюзивно первые в городе Оренбурге пришли новые Альбина ароматы. Из серии Жордин де Флёр. Наша цветочная коллекция. Все пять ароматов, вот они перед тобой. Я знаю, что ты еще не слышала, как они пахнут. Ты только могла наблюдать информацию, которая была в чатах, отзывы и так далее. И вот я думаю, что тебе и самой будет интересно это протестировать. И, конечно же, всем подписчикам моего канала, твоего канала, будет безумно интересно узнать твое мнение об аромате. Какой категории ты отнесешь, какой девушке подойдет этот аромат. В общем, я уже в предсклющении, потому что я знаю, что лучше Альбина и не знаю, кто может рассказать про ароматы. Итак, давай начнем, может быть, с цвета, который тебе больше нравится или с номеров. Ты знаешь, я, наверное, буду наугад. Можно? Конечно. Мне почему-то по ощущениям хочется начать с более легких и перейти к более ярким, так скажем. И более легких, мне почему-то кажется, это вот этот аромат, я даже не знаю, какой-то номер, номер 202, друзья, да. Вот такой, знаете, цвет нежности, невинности, да, цвет начала чего-то нового, так скажем. Я сама просушила. Начни все с чистого листа. Да, 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 кстати, придумали уже название, да. Вот так это и рождается. Может быть, для тех, кто хочет что-то в жизни поменять, начать новое, да, этот аромат. Да, знаете, у меня... Как тебе дизайн? Вот, вот, я как раз об этом хотела рассказать, то, что мне впечатляет дизайн. Я вот, ну, люблю вот такие штучки разные, если честно. Это такое вот, напоминает немножко, как колокольчик. В то же время, как кокетливая такая штучка, которая говорит, обрати на меня внимание. В то же время, такое что-то нежное, которое приятное прикосновение создает. Поэтому даже какая-то некая такая коронка. А мы все, девушки, любим надевать разные короны. Поэтому это одна из корон нежности. В общем, дизайн чисто девчачий. Итак, друзья, думаю, как-то... Да, вот, наверное, будем пользоваться блокерами. Я сейчас врызну его. Присвкушение. Ой, вы знаете, прям такой вот... Я еще даже не подношу близко к носу аромат. То есть я уже чувствую его шлейф. Облако, да? Облако такое. Вот, ты правильно сказала, да, вот такое вот именно облако. Знаете, оно такое прозрачное, нежное. И вот хочется на него вот так вот присесть. Ножки вот так вот свесить. Да, да, свесить. Просто вот как ангелочек с коровилочками. Так вот сверху наблюдаешь, что же там внизу происходит. Вот, меня окутывает, можно, такое вот необъяснимое небесное на самом деле ощущение. Ощущение свободы. Ощущение, что ты паришь как будто бы. Вы знаете, этот аромат обязательно на свидание. Вот обязательно на первое свидание. Когда вот вы хотите вот хорошее такое воспоминание себе создать. Нежности, чистоты, свежести. Да, 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 совершенно верно. Альбина, а как ты думаешь, для невесты подойдет такой аромат? О, совершенно верно. Совершенно верно. Вот я не зря говорю, это что в таком порядке. Да, вот ты правильно сказала. Это невеста, друзья. Потому что она идет и так беленькая, как облачко. Еще вот этот шлейф. И все как, боже, вот некаким магнетизмом. Вот идти за ней. Классно. А ее избранный мужчина, который встанет ее супругом, будет еще больше и больше влюбляться в нее. Друзья, да, очень хороший аромат. Он такой, знаете, ну такой прям он легкий. Для кого-то он будет, возможно, чуть-чуть даже сласковат. Но там очень легкие ноты сладости. Вот его сейчас, наверное, в такую жару можно спокойно наносить. Мне он очень нравится. Да, кстати, я забегу немножечко вперед. Я отмечу, что, в принципе, вся серия, она выполнена именно в нотах летнего. То есть раскрывается аромат очень легко. Шлейф такой вот манящий, парящий. Друзья, рекомендую сразу вспоминать, у кого в окружении есть невесты. Потому что это тот аромат, который мы можем поблажить девушкам, которые собираются замуж. Потому что нам это посоветовало. Арома волшебная. То есть это будет приятным даже просто подарком. Подарком. Да. То есть он уже красиво оформлен. И чуть-чуть добавьте фантазии. Еще даже можно дополнить какие-то наши бели. Тоже, опять же, они тоже в интересном дизайне устроены. То есть и в какую-то корзиночку, и все чудесное. И самое главное, что подарок, я думаю, оценят, потому что это эксклюзив. Такого нет еще нигде. Эта коллекция, она неповторимая. Вы не найдете ее ни в одном магазине, ни в одной сетевой компании. Это есть только в Армель. И появилось только буквально вот-вот-вот. Поэтому кто любит все новое, классное, свежее, это тоже для вас. Совершенно верно. Волшебное слово еще одно. Эксклюзивная невеста. Класс. Какой вы следующий начнем открывать? Следующий, наверное, розовый я начну. Мне кажется, он чуть-чуть будет холоднее. Аромат. Это, по моим ощущениям, аромат номер 200, друзья. Так люблю, так что-то новое открывать. Честно признаюсь, я очень люблю розовый цвет. Какая же девчонка, вы не любите. Да, 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 да. Вот он такой вот прям вот родной на меня, этот цвет. Я еще запах даже не слышу, но мне прям вот по ощущениям хочется его вот прям так вот гладить вот и приблизить к себе. Теперь я хочу послушать, что же там внутри. Друзья, вот эта глубина, вот знаете, он чем-то похож на линейку амплуа. Да, совершенно верно. Я заметила, что эту коллекцию на блоттерах давать, может быть, не всегда правильно, да, дегустировать. Потому что то, что раскрывалось у меня на коже и на блоттере, друзья, две совершенно разные вещи. И то, что сейчас сказала Альбина, мне это подтвердило. И я буду теперь понимать, что я буду работать только с флаконами. Не пожалейте, возьмите в работу флаконы, но после этого люди будут ценить. Потому что аромат это нишевая парфюмерия, которую не сразу, да, распознаешь. То есть надо брызнуть и, может быть, даже на сутки человека оставить в покое. Но потом просто восторг. Если вы, друзья, помните, как я рассказывала про аромат номер 150. Вот, да, он. Я же не зря говорила, мне хочется его гладить. Его хочется мне гладить, потому что этот аромат, он напомнил мою мечту. Вот прям мурашки, вот прям аж дыхание затаилось, так вот внутри. Вот ощущение, что я, друзья, я влюбилась. Я думаю, что именно с этим ароматом сегодня Альбина уйдет с нашей встречи. Так, отлично. Шикарный аромат. Продолжаем. Какой следующий? Следующий я хочу вот этот аромат. Аромат номер 204. Я еще под впечатлением. Так. А я между тем скажу, что с соседних столиков начинает так сматривать. Чего мы тут занимаемся? И пока то, что ты открываешь, оно в такой же степени тебе и нравится, да? То есть первый понравился, второй открыл, еще больше понравился. Что же будет дальше? Знаете, вот я еще не слышу от аромат, мне кажется, здесь некая должна быть загадка. Которую хочется разгадать. Сейчас посмотрим, насколько я... Это судя по цвету. Да, да. На самом деле, загадка. Нет? Это очень большая загадка. Вот такие, знаете, эмоции, они настолько вот так и двунообразные. Сначала мне захотелось улыбаться, а потом раз такая, а что же дальше? Вы знаете, что напоминает? Вот когда ты после душа выходишь, такая вся чистая, такая вся свежая. С тебя капельки воды истекают по твоему телу. И ты чувствуешь, что вот оно, счастье, счастье чистоты. И ты хочешь эту чистоту нести вниз. И в то же время, знаете, вы знаете, что у меня есть картинки, которые я описываю более подробно. Вот девушка, которая на самом деле в этом полотенце красиво, может быть, даже шелковое полотенце, да? Вот этот влажный волос. И она просто направляется к своей постели. Вот его и вечерним ароматом можно, его на свидание более откровенное можно надевать. Вот такой вот аромат. Если это на первое свидание, да, невеста, либо этот аромат, этот аромат, я все же мечта. Вот этот надо прям слушать и слушать. Он все сейчас по-новому открывается. У меня надо с ним еще бы не будет познакомиться, друзья. Ну вот я увидела, что это девушка, которая после душа. Именно после душа, после встречи с своим мужчиной. А, вот так? Вот так, да. Наверное, даже вот так. Потому что вот в ней как раз вот это ощущение, боже, что это было, как это было, воспоминания, чувство счастья. Загадочность. Это аромат-загадка для меня. А как думаешь, Альбин, вот этот аромат, просто когда он раскрывался, да, я тоже искала образ, к какой женщине он подойдет, девушке. Мне казалось, что вот он, может быть, подойдет возраст наших мам, да, вот. Для более старшей женщины он подойдет? Друзья, я вам скажу больше. Здесь приписывать эти ароматы к возрасту нельзя. Ни в коем случае. И вообще какой-либо аромат к возрасту нельзя приписывать, потому что все от ощущения. Если девушка чувствует, что она сейчас в таком состоянии, состоянии мудрости, вот ей хочется внести этот аромат. И кому-то он кажется, что он для взрослой леди, а она кажется, что это подчеркнет ее мудрость. То же самое и здесь. Сирень, по-моему, да, здесь? Да, сирень. Вот оно, вот оно, все, я загадку нашла. Разгадку, да? Разгадку, да, ответ на загадку свою, да. А ведь сирень, она как раз, поэтому я сказала, что это начало, что это чистое такое. Ну, помимо сирени здесь еще и, по-моему, нотки грейпфрукта и мандарина. То есть какая-то такая изюминка в нем, игра, да, есть. Вот оно, вот очень яркий аромат, друзья, очень яркий. То есть это его как раз идет хорошо на вечер. То есть в жару его нет, а вот на вечер, когда чуть-чуть легкий ветерочек дует, его можно. И вы пройдетесь и точно комплименты получите. Очень оригинальный аромат. Здорово. Так, у меня маленький бутер закончился. Пусть будут визитки. Хорошо. Следующий я возьму желтый. Можно я объясню, почему я так увидела? То есть для меня желтый и красный цвет – это теплые, это горячие цвета. Здесь я начинала с невинности, потом теплее, более холодные такие оттеночки, а теплее более такие горячие оттенки. Начинаю с солнышка. Знаете, это солнышко, но которое не жжет, а греет. Аромат номер 203. Мне почему-то кажется, что его тоже можно будет невесте. И знаете, невесты же бывают те, которые бывают в бело-снежном платье. А бывают в кремовом. А бывают в кремовом, да. Эта невеста, возможно, даже в пышном платье, а эта немножечко в таком облегающем, более строгом, европейском стиле. Вот такая вот девушка мне вырисовывается. Мне прям очень интересно самой знакомиться с этими ароматами, впечатлением моря. Ой, какая прелесть. Ванейка, да. Конфетка. Вот на самом деле я внедряно рисовала образ вот этой тоже невесты. Тортик, да? Тортик, да. Да. Вот девушку, которой хочется скушать. Я открою маленький секрет, но, может быть, многие, конечно, его знают. То, что на свидание с мужчиной тоже нужно надевать на себя ароматы пудровые и манильные. Тогда вас точно съедят. Он мотает на ус. Да, да, да. Друзья, ну, очень хороший аромат. Это, между прочим, будет самый любимый аромат большинства девушек, потому что все ищут ванильку, типа феромончика это. Поэтому, если вас будут спрашивать аромат с феромончиками, вот этот прям рекомендуете. Вот его как раз время сейчас наносите и пошли. И за вами все пчелки летят. И невеста тоже будет очень хорошо с этим ароматом смотреться. Почему-то вот рисуете, знаете, еще какой образ. Даже не обязательно сваренное платье. Я вижу почему-то вот поле одуванчика. Это девушка в таком легком сарафане, которая вот на витру немножечко так вот пахает, полыхает, да. Вот. Солнце, на ней вот этот веночек с одуванчиком. Вот почему-то вот такая даже как-то не кончевалась. То есть это вот чисто летний такой аромат. А вот хочется его вот слушать и слушать. Мне очень нравится. Так, друзья, остался самым последний. Красный 201 аромат. Ну, начнем в том, что красный цвет, это цвет любви, цвет страсти, цвет победы, да. Цвет, который говорит, обрати на меня внимание. Цвет, который говорит, я здесь, я сейчас с вами, я хочу этого. То есть это цвет, который умеет говорить. И обращает на себя внимание. Подожди, пожалуйста. Так, нанесу. Очень глубокий. Прямо, знаете, вот затаило дыхание. Вот прям вот тут вот встало. Это как будто когда ты видишь, вот, то, что вот твоя любовь. Вот картинку вот увидел. Вот он, либо он мужчина, либо вот эта женщина, вот, которая вот энергетически заряжена, которая вот уверена в себе, но в то же время дарящая себя миру. Которая хочется быть рядом. Вот она такая, знаете, она знает себе цену, она в то же время настолько парящая, настолько яркая, но она не кричит. Я влюбилась. Вот есть два точно аромата, в которых я влюбилась. Вот я этот аромат так не назову, я влюбилась. На самом деле, он прям вот хочет, чтобы мне вот сетки поближе. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь зашла в любовь, начните с него. И она придет. Она не то, что придет, она ворьется в вашу жизнь, друзья. Потрясающий запах, просто потрясающий. Здорово, Альбин, вообще, я находилась сейчас на эксклюзивной встрече, да, с двух сторон. Эксклюзив был, наверное, для тебя, да, то, что ты вообще открыла эти ароматы и начала их тестировать. А для меня для вас эксклюзив был в том, что вы видели реакцию профессионала, и вы поняли, какой аромат для кого, да. Но, я, знаете, что поняла, что, в принципе, вот эта коллекция может быть у каждой девушки. Да. Потому что она настолько может отражать разное состояние, и если это будет все у вас, вы об этом не пожалеете. Я благодарю тебя за уделенное время. Всем пока. Всем пока, друзья. Всем до свидания. Всем пока.